МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...какой-нибудь там город, условно говоря, Братск. Нет же Братской области и Иркутской. Но мы по размерам даже в чем-то сопоставим с нашей Твери, областным центром. Тем более там Новгород, Смоленск, еще более меньшие с точки зрения размеров города. Берем даже наши новые территории. Вот Донецкая область, к примеру, Луганская, Народная республика, как сейчас говорят. Тоже, если вы, телезрители, надеюсь, следите за новостями, очень урбанизированные регионы. Там, вы знаете, правда, на самом деле едешь, там один город буквально в другой переходит. Либо как минимум поселок, но тоже крупный. Очень, опять-таки, урбанизированная местность, все эти города Краматор, Славянск и так далее. А у нас вот не так. У нас после Твери, и Тверь, собственно говоря, не миллионик, а вторые подчисленности города, ну, Ржев тот же самый. Он даже на пике. На исходе советской власти там было около 70 тысяч, сейчас, по-моему, там около 50. То есть все остальные города у нас сильно упали. И, в общем, попросту говоря, наша область, которая, как мы говорим, крупнейшая область СФО, размером с Австрией, с две Голландии. А по факту это сплошные малые города, по факту. Ну, только Тверь исключения. Как развиваться малым городам? Как им провести реновацию? Она нужна, ну, не как это в Москве имеется в виду, когда снесем и построим многоэтажки. Нет. Малые города у нас исторические. Какую перспективу вообще? Потому что, к сожалению, Норос высказывают такие пессимистичные мнения, что малым городам у нас конец, ничто их не исправит, население будет уезжать, города деградируют и так далее. Но все-таки это, как я уже сказал, исторические города. Торопятся тоже один, чего стоят, да и другие тоже. Поэтому нам нельзя их, что называется, как помните, советская времена была неперспективная деревня. Мы ее снесем. Нельзя поступать с нашими городами. Берск, Кашин и так далее. Это наша история, история нашей Руси, тысячелетнее государство. Что можно сделать? Хочу представить наши гости студии. Они как раз про это нам все и расскажут. Начнем с прекрасной дамы. Это Марина Цуркан, доктор экономических наук, председатель комиссии по экономике и предпринимательству общественной палаты Тверской области. Марина, привет. Здравствуйте. И Илья Смирнов, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии и территориального планирования нашего Тверского госуниверситета. Илья, приветствую. Добрый день. А вы, дорогие телезрители, звоните по телефону 300-190. Вы, может быть, бываете, любите ездить, отдыхать в малых городах, живете там. И, конечно, вам интересно, а есть ли какие-то у вашего маленького города перспективы? Или действительно стоит покупать чемоданы в Тверь, а может, в Москву, а может, еще куда-то. Поэтому 300-190. Ну что, скажите, уважаемые гости, можно ли вот в нашем регионе разделить малые города на исторические? Ну, я уже говорил, Торопец, Бежецк, к примеру, Кашин, Калязин и так далее. И, условно говоря, современные. Потому что, к примеру, вот Удомля ведь тоже, на самом деле, не советской постройки город, но у всех он ассоциируется с современным городом. Мало ведь, на самом деле, кто знает, что там есть старая одноэтажная часть. У всех Удомля – это город высоток. Их еще, когда, я помню, в нашем городе не было высот в начале нулевых, а там уже 16-этажные дома стояли. Проезжаешь, как будто в Химке. Из Зеленограда. Поэтому, ну, есть, тем более, действительно, города, в которых, ну, называющиеся именами, Нутни Лидова. Ну, уж точно, Ярослава Мудрого не помнит, и даже Наполеона. В принципе, советский, по сути, современный город. Поэтому, вот можно ли такое деление проводить? Да, ну, совершенно верно. Вообще, вот такая, скажем так, классификация, типология городов по их генезису, по времени, образованию, функциям – это такой, наверное, классический сюжет географической науки. И, действительно, чаще всего мы делим города на города, которые обладают неким историко-культурным потенциалом, древние города, и города, ну, так можно сказать, советского периода, индустриальные города, которые выросли вокруг либо каких-то промышленных предприятий, либо узел железных дорог, как вот Балагое, да, у нас очень крупный узел железных дорог. Так что, да, такая классификация есть, и подходы, соответственно, к их будущему должны быть дифференцированы. А Балагое – это не исторический город? – Ну, Балагое, вообще, как село, конечно, имеет давнюю историю, да, там, начиная с 16-го века. – А, все-таки. – Да, но свой статус именно городу получил в начале 20-го. – А вот я уже упомянул советскую власть, то есть у нас, получается, есть, ну, четкое понятие, вот, до 17-го года исторически, а после 17-го нет или как? Где эта граница? – Ну, мне кажется, нет, такой совсем уж, мне кажется, границы четкой нету, там, по 17-му году или не по 17-му году, тоже советская власть, когда пришла, не сразу в 17-м году города стали появляться, да, был период индустриализации, там, начало 30-х, когда начали городам, ну, населенным пунктам присвоить статусы городов. Поэтому, наверное, проще делить по векам, да, ну, то есть там 16-й век, 18-й век. – Ну, хорошо, до начала 20-го века исторический город? – Тоже хороший вопрос, повод для дискуссии, потому что, ну, вот, города, которые были образованы при Екатерине Второй, например, Вышневолочок, Калязин, исторические города, ну, мне кажется, весьма исторические, в них исторические ценности больше, чем в Торопце или меньше, может быть, кто-то да. – Ну, с разной эпохи разные ценности, да, и разное наследовалось. Вообще, кстати, это не единственный подход к делению малых городов. Еще их делят на города-спутники, да, которые у нас рядом с областным центром, это как раз… – А у нас такое есть в Твери, это в Торской губернии. – Ну, которые… – Ну, Зеленоград, город-спутник, и другие. – Граничат именно с городом Тверь, да, это вот, они говорят, что у нас? – У нас деревнях городом. – Ну, у нас понятно, что у нас такая особенность, что у нас Калийский муниципальный округ вокруг. – Где тоже городов нету. – Нет? – Нет, нет, а дальше все равно, как спутники, они будут, наверное, Ржев все-таки можно считать, но тут Илья больше профессионал. – А мне интересно, что скажут Ржевитяне тоже, древний город, что это мы спутники Твери-то? – Ну, это, как правило, те, которые ближе. – У нас герб там еще дарованный, что называется, по Магдебургскому праву и так далее. – Кстати, классификация, которая в советский период, потом города, которые возникли вокруг предприятий, моногорода, и города вот как раз советского наследия, так называемые. Такой тоже есть подход. – А вот, кстати, коллеги, а что такое малые города, вот как вы понимаете? – Это очень интересный вопрос. – Нет, на самом деле… – Мы стали сейчас говорить о них. – А я еще в советское время в науке и жизни читал статью на эту тему, урбанизации и прочее, и там как раз была четкая критерия, что малые города – средние, крупные, крупнейшие мегаполисы. И наш Калинин тогда еще, ну, я знал, что он не мегаполис, он как раз по той классификации считался крупным городом. Да, по-моему, потому что до 500 тысяч вроде бы. – Все верно. – Ярославль крупнейший, соответственно, да, а кто больше миллиона – это мегаполис. Так что про мало врать не буду, уже не помню, было 40 лет назад, наверное, но там тоже цифры, то есть должны быть конкретные. – Конечно, конечно, мы просто сейчас стали с вами говорить про Ржев, да, это не совсем будет вера, потому что Ржев-то не отнести к малым городам даже по тому делению, которое раньше было. Изначально, Илья, вы мне поправьте, это города меньше 50 тысяч жителей, и где больше 85% жителей занимаются не сельским хозяйством, а занятые либо в торговле, либо в коммерческой какой-то другой деятельности в сфере услуг, в производстве. По этому признаку, в принципе, сейчас… – А что бывает в городе, где половина жителей в колхозе работают? – Ну, это для населенных пунктов, и тогда они не город, ну, типа станица в Краснодарском. – Да, это не для Тверской области. – Ну, поселок там. – Да, но это не город, станица. – ПГТ. – Это как сельская территория. Вообще сейчас очень интересный момент, если мы посмотрим с позиции правового регулирования, то в настоящий момент юридически такое понятие, как малых города уходят в прошлое. Потому что мы сейчас к чему приходим? Раньше у нас были городские поселения, сельские поселения. Вот эти городские поселения мы понимали как раз как малые города. В большинстве своем у нас 21, да, малый город Тверской области, всего 23. Мы ржев не берем, ну и, соответственно, на Тверь. А сейчас-то мы уходим от двухуровневой системы. У нас городские округа и муниципальные округа. То есть малые города теперь не являются самостоятельными административно-территориальными единицами. Они входят либо в городской округ, либо в муниципальный округ. То есть объединение районов и вот этих городских сельских поселений. И если вот мы посмотрим сейчас, вообще у нас 10 лет назад было 400 муниципальных образований, потом 200, а сейчас их чуть больше 40, по-моему, 42 где-то муниципальных образований. То у нас юридически остался один пока малый город, это Торжок, который пока не объединился с Торжоковским районом. Кстати, почему? Ну, это внутренние процессы, в том числе и какие-то политические, разные взгляды представительных органов на дальнейшее развитие территорий. Но как экономист, скажу, когда вот задаются вопросы, зачем вот это объединение? Мы тоже отметаем, вот, вертикали, власти, политический момент. Вот с позиции экономики. Это повышает инвестиционную привлекательность или нет? Вот с позиции экономической повышения инвестиционной привлекательности это плюс. Да, бывает такое, что какой-то создается объект, часть району, часть городскому поселению принадлежит имуществу, земли и той же. А здесь как бы не нужно взаимодействовать с администрациями разных муниципальных образований. Ну и вообще, зачем это делается объединение для выравнивания бюджетов? Марина, ну а не получается просто, что, ну я для тебя как обыватель, конечно, я не экономист, я просто думал, что это возвращение на круги своя, как было, ну, при советской власти и в первые годы. Возможно. Ну, был район, и все, это нормально. Зачем все это деление было, мне не очень понятно. Ну, хорошо. Я тоже по роду профессии часто бываю в малых городах. Вот, предстоит скоро, торопится как раз поехать и так далее. Но, к сожалению, они находятся далеко не в том виде, в каком могли бы. Потому что, ну вот, торжок, вот, новаторы могут обидеть, на меня или нет. Ну, пока, к сожалению, в городе, ну, не то, что нечего смотреть не так, наверное, надо сказать, ну, без слез, скажем так, не глянешь. Потому что, ну, целые кварталы находятся в руинах, как будто немцы или монголы только вчера ушли. Вот. Другие дома находятся в ужасном состоянии. Да, делают, вот, монастырь реставрируется, еще что-то. Но, в целом, там еще работали, мягко говоря, конь, не валялся, а то и более. То есть, я согласен, что город очень красив, потенциальный, живописный ландшафт, очень необычный и так далее. Но и другие города, собственно говоря, то есть, на мой взгляд, их достоинство, то, что он там со времен Батыя, Дмитрия Донского и Михаила Тверского, они превращаются в недостаток, если так можно сказать, потому что огромное количество старинных домов, а восстанавливать их или поддерживать состояние дорого. Не важно, это каменная церковь или это даже исторически деревянный дом, там, 19 века. Но это общеизвестная тема, что кто там живет. Это когда-то там купец жил, до 17-го года, у которого были деньги построить, потом содержать. Купца выгнали, а то и к стенке поставили, поселили пролетариат, а у пролетариев денег нет содержать. Представительская власть худо-бедно как-то что-то, а последние 30 лет все. И люди, наверное, говорят, ты обморожный рад, только там пойдешь к нашим реставраторам, они тебе не один миллион только за документацию выкатят. Всегда в два раза дороже. Да, плюс сами работы. То есть, может быть, люди даже что-то и рады сделать, что-то может быть, ну, наличник даже, допустим, он, может быть, даже пойдет к современному нашему производству, деревообрабатывающему, там, на станках точно такое же сделать. Нет, так нельзя, потому что документация, а это уже у тебя самоуправство и так далее. И то есть, очень попросту говоря, что делать нам с нашими историческими городами, потому что очень дорого их провести в порядок. Даже один торжок, один, или один колязин, а у нас все. Ну, поверьте, вот я, да и вы, знаете, собственно говоря, ездим по провинции, ну, целый квартал в центре города, в руинах, выжженные какие-то дома, просто заброшенные участки, те, которые есть, облупленные стоят и так далее, и тому подобное, церковь в том числе, и, конечно же, что делать? А я хочу похвалить торжок, немножко выступить в такой дискуссии. Я хочу похвалить даже больше не про органы власти, я хочу сказать про жителей и про предпринимательское сообщество. Очень много привлекает туристов именно предпринимать. Вы посмотрите, как там развита сейчас культура общепита. Даже вот центр «Мой бизнес», с которым Минэй конкурируется, там уже не только мы говорим про знаменитые, безусловно, котлеты, которые, например, я с семьей в выходные с удовольствием съезжу, покушаю, прогуляюсь, но там уже даже появились несвойственные для Тверской области пельменные, которые уже начали... Свойственные, это русская тема. Ну, русская, но все-таки это больше про Сибирь. Ну, неправда. У нас даже в центре он у трех связок был. Ну, не про торжок, наверное. Это даже при Союзе нормальная тема. Вот это, правильно ты сказала, замечательная тема, потому что, тоже я не так раз говорил, я очень хорошо относился к шаверам, к примеру. Вкусная вещь. Но у нас столько всей русской кухни, причем и в плане фастфуда самое главное, пирожки, все это прочее. Раньше, говорю, при Союзе было пельменные, пирожковые, нормальная тема была, сейчас нет. Поэтому очень приятно слышать, что новаторы вот это возрождают. Так они еще восстанавливают небольшие парки исторические. Вот у одного из кафе, где смотровая прощадка, там восстановлен парк, по-моему, времен Пушкина, если я не ошибаюсь. Ну, могу ошибаться, но он точно по чертежам какие-то добавлены современные элементы. Потом там развивается ремесленничество. И мы не говорим про крупное, опять же, всем известное предприятие. А вот мы как раз с Ильей Перестречей, он мне говорит, какая у тебя красивая сумочка. Я говорю, вот это небольшая компания в Торжке, вот такие ремесленнические, самобытные. И люди едут посмотреть. И есть где? Есть инфраструктура покушать, кафе на набережной, кофейни какие-то, есть ремесленничество. И даже приезжают и руины посмотреть. Потому что, безусловно, вы посмотрите, при этом у нас внутренний туризм очень развивается. Нет, не наши тверские, а... Ну да, 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 да. У меня риэлторы говорят, что давно уже, что называется, волком воют. Только узнает многочисленный обитатель, а может даже один старинного домика, что его расселит. Как тут же он пропишет внука, племянника, жучку, кошку, собаку и так далее, мышку и так далее. И говорят, вчера дедушка жил, а сегодня живет целая куча народу. Это мне давно жаловались на эту тему. Плюс, да, не хочу. Закатывают невероятный ценник. Жмя-два в центре города, центральной улице и так далее. То есть, это проблема с расселением. Хорошо, инвестор потратился. Допустим, ну тоже, давайте называть вещи своими именами. Одно дело в Москве, там всегда деньги из Твери, еще более-менее. В Калязне, что кто-то готов купить условия, сколько-то квартир, я не знаю. Я не сильно уверен. Я не думаю, что та программа, которая планируется запускаться, будет касаться многоквартирных домов. Ну как многоквартир? Марина, подожди, ну вот у нас едешь по Бевеле, эти двухэтажные резные дома. Они же так называются, они до революции так были, доходные. Там не жил один купец, как у Булгакова Саблин. Это изначально доходный дом, он двухэтажный, да, но там сколько-то квартир. Происходительская власть тем более. И там живет человек, ну 5-7 доживет, а то ему же с десяточек. У каждого комнаты, тем не менее, вот их себе рассели, купи их, хотя бы 5-7 квартир, хотя бы. Вот. Ну а потом, соответственно, то, что мы уже говорили, наши замечательные реставраторы выкатят конский прайс за проект. Мне тоже все время было интересно, вот, ну, вы же разбираюсь, не жили так дорого стоит вот создать проект? Ну это же не проект космической ракеты. Ну, обычно он составляет 10% от статистика. Ну я говорю, это же не завод, это не 2-5-го поколения. Но это же проект, он подразумевает не только, как вот мы примитивно обыватели, да, чертежи, это и подбор материалов, которые позволят воссоздать аутентичность. Ну что так, из чего дом? А, из дуба, значит, дуб, услуга, или там сосна. Чем сложнее объект, тем дороже проект. Ну, у нас же речь не о коллизии с пантеоном, ну, одноэтажный часто домик. Все равно мы должны понимать, что 10% должны быть приблизительно от общей стоимости потом ремонтных работ, приблизительно только проектная документация. Вообще реставрация в России и археология, это самые дорогие, наверное, бедные работы. Ну, я понимаю, когда сами работают, куда-то ехать, ну, просто человек сидит у себя в кабинете, чертит. Ну, просто, ну, в итоге у нас вот вся беда, что, как я сказал, люди готовы. Ну, им такой ценник, они, оп, ну, товарищи, извините. Нет, ну, примеры положительные. Все равно есть и бизнес, и люди восстанавливают. Есть, но узких круг и страшно далеки и не от народа. Скажите тоже, а почему у нас все-таки, по сути, давно заявлена программа, как там, за один рубль? Когда квадраты нет, она не работает. Почему не работает? У нас не работает. Как вы себе объясняете? Да не так, мне кажется, у нас. Это программа в рамках концессионных соглашений, когда на длительный период, порядка 49 лет, предприниматель может взять объект, ну, так группу назовем, в аренду. При этом он его восстанавливает. Как положено. Как положено, да. И все доходы, которые он получает от пользования объектом, идут на погашение вот этой его инвестиций, которую он вложил в проект. А программу очень хорошо зарекомендовал себя в Калининградской области. Там замок за рубль. Есть такая программа, и буквально все они разобраны под кафе, под рестораны. Там очень много примеров. Очень много. Про детские студии, спортивные, танцевальные, музыкальные. Про замок, про рубль. В Калининградской области мне надо было побыть один день, чтобы я услышала, вы слышали, вот у нас тут замок за рубль. Не знаю, наверное, такая региональная пока позиция есть. Может быть, не очень удачный опыт с некоторыми объектами. Не, Марина, а может, назову вещи с именами одно дело? Замок купил? Замок? Ну, а тут, назову вещи с именами деревянная избушка на улице Бебеля, к примеру. Ну, замок. Ну, возможно. Калининград, германские, все эти знаменитые особи, некоторые остались. Ну, сама понимаешь. Я считаю, что это Европа, все-таки. Согласна. А тут наша... Но, тем не менее, она именно идет как отдельная программа, не как концессионный закон в рамках 115 ФСЗ. Хорошо, давай не будем калининградской. Да. А возьмем какое-нибудь шло, мы говорим о Владимирской области. Да. Изучали? Там, как идет? Как вот в Нечерноземье нашему эта программа идет? Она же по всей стране. Она нет, программы такой нет. Есть закон, который позволяет. Ну, я понимаю, да. А программы уже должны разрабатывать региональные органы. Разработали. Ну, я говорю, это... Для нас это хороший пример, то, что такое разработка. Ну, почему у нас? Сколько лет она, вроде бы, я про нее давно знаю, но примеров, ну, минимум-миниморум. Вот мы сегодня, Министерство экономического развития, мы встречаемся и как раз и предложим разработать такую программу, совместно с другими профильными. Почему только сейчас надо предлагать? А до этого чем? Ну, я думаю, другие моменты еще. Ну, какие моменты? У нас вот даже вот по Советской улице едешь, вот, у нас где мечеть дальше, справа заброшка, дальше, потом заброшки у нас в центре Базаново целое, ну, знаете, Капкалим. Еще объекты чьей собственности? Если они в частной собственности, они в такую программу, даже если мы ее создадим, они не могут вовлекаться. Это должны быть объекты именно собственности региональной или муниципальной. Вот это возможно. Рома, а я хотела бы еще на другой момент обратить внимание. У нас же уже достаточно давно, с 2018 года, Илья, реализуется программа «Комфортная городская среда». Реализуется в рамках конкретных проектов, и у нас есть малые города, которые очень такие успешные практики. Вот у меня почему-то, вот я постоянно до эфира говорю, впечатление произвел у меня Вышний Волочок, его набережная. Вообще, кстати, интересную такую тенденцию заметила, что в каких городах вот эта комфортная среда развивается лучше. Это общественное пространство, озеленение, ну, там шесть целых показателей есть, и даже индекс, который это оценивает. И сравнила показатели активности жителей в рамках программы поддержки местных инициатив, где жителей определят. Вот в Вышнем Волочке больше 220 проектов реализовано. И в других вот малых городах, где жители активны, где много таких проектов, там и в рамках вот комфортной городской среды тоже что-то делается. А набережная Вышнего Волочка интересна тем, что там она сделана в рамках разных проектов. Один в рамках, они выиграли комфортной городской среды, Минстроевского, да, проекта. Один кусочек в рамках программы поддержки местных инициатив. Вот такая синергия. А в общем-то мы видим просто благоустроенную набережную. Где еще у нас такие проекты-то? Они красивые, самобытные, современные, экологичные. Так и вот именно современная среда. И как мы понимаем, то есть пока, ну, нет пока денег, дорого. Пока нет государственной программы, федеральной. Ну, откуда федеральные такие деньги? Ну, она уже заявлена со следующего года. Напомню, я сказала, что мы в пилоте, с нас начнут. Встретимся через год, обсудим, кстати. Если только на руинах Торжка, на которые любят глазить москвичи, с удовольствием. А мне хочется Торжок все защищать. Да я-то за, я говорю, чудесный город, но пока, к сожалению, пока огромное количество домов уже, это не только, это осташка. Ну да, это характерная история. Правда, руины, поэтому я пока не вижу, честно говоря, вот я хотел вас спросить, может быть, есть в стране прецеденты успешной реанимации именно таких маленьких, исторических маленьких, не берем миллионеры, городов, тоже такие же домики, то, сё, где бы всё привели в порядок. Я, наверное, вижу, вроде бы, как там Елец хвалят. Ну, Суздаль всегда... Переставь-Залесский, вот там это малый город. Ну, согласен, Суздаль, у него такой, Ореолу, такой, древнерусский, он очень туристический город. Давайте, за эти вещи с именами, не тот поток Суздаль, к примеру, ну, даже Кашин, хотя тоже там город русского сердца. Ну, всё равно, Суздаль, мы все здесь с ним нельзя сравнивать. Торжок мог бы стать Суздалью. Ну, может быть, хоть, ну, может быть, я говорю, город потенциально очень красивый. За счёт водных каналов тот же Вышневолочок. Вышневолочок однозначно, это уфишка, вот ты говоришь, набережная, это их... Это их, тем более сейчас развивается у нас очень вот это саб-движение, ещё много новых бордов разных. И там могли вообще бы всероссийские соревнования различные проходить, и вот он мог бы прославиться и на всю Россию вполне бы. Да, однозначно, несомненно. В этом году на практике мы были в Городце, это Нижегородская область, вот, тоже малый древний город, но он на Волге туда причаливают, круизы речные, это, конечно, большой плюс для города. Скорее всего, тоже на Волге. Да, да. Ну, вот там хороший пример, мне кажется, там вот в исторической части очень много, но опять, там очень много было региональных денег, федеральных денег и местные тоже, и предприниматели, и местные жители свои дома привели в порядок, и историческая часть Городца очень прилично выглядит. Ну, а местные, то, о чём мы говорим, а ему сразу миллион рублей за проектную документацию, дружок, пирожок. Ну, значит, там остались те, которые могут это потянуть в центре. Кто ж такие-то волшебные люди, да, у нас в старинных домах, как правило, жуют дети и внуки пролетариев и в гороскопе. Ну, может быть, всё-таки Нижегородчина всё-таки тоже побогаче. Предприятий больше, городов, опять-таки, и так далее. То есть, не совсем корректно может сравнить, если Владимир, но тоже, мы говорили, вроде похоже, а в то же время, ну, много пропиаренных городов таких вот, которые мы с детства все знаем. По книжкам, по учебникам. В Владимире и в самом областном центре, это, конечно, не малый город, но как развивается... Ну, и небольшой, меньше Твери. Меньше, меньше, и по количеству жителей, по территории. Вот 200, что ли, что-то такое, ну, может, 300. Заблуждаюсь? Ну, могу в заблуждение вести, но то, что меньше, это 330, вот у нас специалист знает. Ну, как там, да, как там в центре развивается, тоже очень интересно. Вот это параллельно к центральной улице, вот эта инфраструктура вот этих пеших прогулок, исторически там пожарная, ещё что-то, тоже очень интересно. На севере есть Тотьма ещё, в Вологодской области. Вот Тотьма, говорят, великий Устюг, да. Ну, Устюг тоже, благодаря последнему 15-летнему Ну, это, смотрите, это всегда как бы просто так не бывает. Дед Мороз? Нужна какая-то фишка, нужна... А у Тотьма как? Тотьма... Про Тотьма вообще никто, я думаю, не знает. Да, никто не знает. Я, честно, в самой Тотьме не был. Вот, обязательно надо посетить Тотьму. Но это классный пример того, как вот такой флагманом становится местный музей. То есть там местный музей, у него там порядка 10 зданий, различные объекты, им кто-то дарит дома исторические, да, они их приобретают как в дар и тратят на это либо грантовые деньги, которые привлекают по фондам, либо по каким-то госпрограммам и создают там объекты показа. Тоже хороший пример. Территориальное вот это, что рядом, вокруг, окружает... Ваус рядом, в принципе, верю. То есть ты вроде бы... На самом деле, дайте вещи называть именами, ну, не хочется мы из города переезжать, не хочется. Но упомянул Тургинову, вот как оно развивается. Я не удивлюсь, правда, что на самом деле Тургиново сделает столицу Калининского округа. Ну, сам Бог велел. Вы же были все, это, мне кажется, единственная деревня Турской области, где асфальтированы дороги с разметкой. И т.д. и т.п. А какая школа шикарная, там пожарные депо. Я смотрела пока только фотографии. Я был шикарный, все, поэтому, знаете, я до сих пор удивляюсь, почему администрация не захотела перейднуть, тем более, осеннее, но... Мне кажется, надо пойти от обратного администрацию в самую неразвитую часть, да, по развитию городской инфраструктуры, муниципальной. А, они сейчас себя служат, за что же нас так, Марина, как декабрист. Для того, чтобы быстрее развивался. Я согласен, так об этом и речь. Я к чему-то же и начал разговор на эту тему, что оно и развитие для муниципалитета будет. Что, если там администрация, ну, все, там дороги сделают для себя любимых, в том числе, и школа, и так далее, и тому подобное. Ну, так сложилось, вот, исторически. Ну, надо же переделать. На историческом много что сложилось, но, тем не менее, если мы хотим, чтобы муниципалитет развивался, нужно, чтобы и чиновники там сидели, знаете, как управдом. Если он живет в том доме, который он управляет, то в доме горячая вода будет. Это однозначно. И тут та же история. И дороги будут, и так далее. Ну, что же, наш эфир подходит к концу. Скажите, в целом, вы вот по малым городам, то есть, ну, я вас так понимаю, вы позитивно смотрите на всю эту историю, что не придет им смерть окончательная? Ну, мне кажется, сейчас много про это говорят, что, да, вот они там сокращаются. Ну, да, только население. Ну, я приводил пример. У нас везде так торжок, вошневолочок, балагое. До какого-то момента, наверное, они будут сжиматься, но они точно останутся. Главное, чтобы старение не шло с геометрической прогрессией. Марина, девушке из вошневолочков хочется ходить в большую, красивую торговую, называющуюся именами, в кинотеатр, стерео и так далее, и тому подобное. Ну, что уж там говорить, молодежь. Поэтому должна развиваться, конечно, инфраструктура и все-таки, я думаю, какие-то образовательные центры. Мы говорили много про дуальное образование, там такое, вот вместе с предприятиями региона. Вот все-таки образовательные центры для молодежи в... уж у нас не так их много. Вроде мы говорим, что их много, но если мы посмотрим после вот этого объединения, в кругах дожды какие-то создаваться. Негде учиться, все уезжают. Хотя бы... Мне кажется, сейчас еще такая тенденция интересная, что если раньше уезжали за высшим образованием, то сегодня уже начали уезжать за средним. То есть количество людей, которые в малых городах, идут в 10-11 класс, их становится каждым годом все меньше и меньше. Все больше после 9-го уезжают в колледжи. Ну, хотя в малых городах есть колледжи. Есть колледжи, медицинские. Не везде и качество. То есть все равно, да, из тех городов, где мы делали опрос, многие ребята уезжают в Тверь учиться. Ну, а вы делали опрос, а вы спрашивали, ребята, кто вернешься, а то чешли. Нет, никто не... Да, спрашивали, никто не хочет возвращаться. То есть это пока дорога в один конец. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, в попытке себя самореализовать и того качества образования, которое сегодня есть на местах. Не с точки зрения, может быть, даже педсостава, да, а с точки зрения, как это выглядит, да, как выглядит наше колледжи в малогородах. Ну, мне кажется, на многие без слез не взглянешь, к сожалению. Любое место учебы, это не только то, что знания, навыки, которые тебе прививают, это еще и среда. Да, хочется в современной среде учиться. Ну, что же, на эфир подошел к концу. Будем надеяться, что все эти программы, о которых ты говорил, что мы пилотные, будем, наконец, начнут реализовываться и действительно вдохнут жизнь в наши малые города. Потому что, правда, грустно, что города схлопаются потихоньку. И, как мы говорили в начале эфира, а ведь города у нас в Тверской области повезло нам с историей, с большой историей. И не хочет, чтобы они превратились в дом престарелых, где останутся мои старшие поколения, а молодежь будет уезжать. Ну, для этого, конечно, как вы слышали, надо много чего сделать. И, начиная с уровня, вот как Марина говорила, местных жителей, программы поддержки местных инициатив, когда люди жили, дорога плохая, а потом выясняется, а можно сделать. И заканчивая, конечно же, чиновниками, главами этих округов, городов и так далее. Ну, что ж, будем надеяться, что все все поймут и хоть что-то да сделают. Это была программа «Тима дня. Процветание вашим малым городам». Спасибо, уважаемые гости. До новых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok